Друзья, всем привет! Я сегодня буду вместе с вами клеить небольшой щиток, буду клеить прямо-таки из-под циркулярной пилы. Цель данного сегодняшнего видео показать вам, что на самом деле можно использовать абсолютно разные приемы для достижения одного и того же результата. Я себе попробовал задачу максимально усложнить и взял диск максимально, в общем-то, не подходящий к этой задаче из того, что у меня есть. И вот давайте посмотрим, что у меня получится из этого. Естественно, щитки можно склеить совершенно по-разному. Здесь вопрос не состоит не в том, что именно склеить, а вопрос в том, как склеить. И вся задача будет состоять в том, какой будет клеевой шов при склейке, насколько он будет заметен, насколько он будет аккуратен. Вот давайте посмотрим, что у меня из этого дела всего получится. значит у меня вот такие обрезки дубового щита это фабричный щит от него от остались такие обрезки ну то даже может быть от разных щитов не суть я в общем из этого дела всего склею один единый щиток клеить это все буду прямо таки из-под циркулярной пилы значит будет три шва здесь вот этот еще распущу вот так вдоль прямо по вот этому клеевому шоу который был и вот эти вот три я их сейчас выровняю как раз на циркулярной пиле и потом склею клеить буду тоже в общем-то при помощи самых простых самых обыкновенных струбцин ничего такого сверхъестественного применять я не буду никаких дополнительных не будет здесь операции в виде там какой-то фугование дошлифование рейсмусование и так далее прямо из-под циркулярной пилы и так делать все это я буду диском максимально неподходящим к этой операции максимально неподходящим во первых у него очень мало зубьев как вы видите на 250 диаметр всего 24 зуба то есть но в устоявшихся представлениях этот диск дает потрясающий грубый распил но 24 зуба сами понимаете что такое на 250 очень редкие зубе как видите огромное расстояние между ними к тому же этот диск он поставлялся к торцовочной пиле dewalt 713 по умолчанию стоя стоял на ней это диск dewalt extreme в принципе диски dewalt extreme это диски высокого качества но этот диск у него был угол заточки минус 5 градусов я его переточил в плюс 4 градуса но еще тут кое-что с ним сделал и вот сегодня я вам покажу что получится при использовании вот этого диска вообще не подходящего к этой задаче принципиально не подходящего к этой задаче а Так, ну все, и теперь пойдемте клеить. Ну и сначала посмотрим вообще, какой получился распил после этого диска. Давайте посмотрим на распил из-под пильного диска. Он пилит довольно грубо. Здесь, в принципе, довольно ощутимые следы. Не знаю, наверное, на видео они не будут видны. Ну, то есть, следы этот диск оставляет. Но это, в общем-то, неудивительно. 24 зуба у него. Поэтому следов здесь достаточно много. Тем не менее, меня это вообще не пугает ни грамма. Самое главное, что этот диск дает очень хорошую геометрию. Он пилит по-настоящему ровно. Он пилит по-настоящему ровно. Это самое, пожалуй, главное, что мне нужно. Эта ровность дает как раз-таки довольно малое число зубов у него. Потому что пилит он очень свободно, без напряжения. И он довольно толстый. Толщина тела диска 2,2 мм. И толщина пропила 3 мм. То есть, диск очень стабильный. И здесь, в данном случае, это гораздо важнее, нежели чем ту частоту, которую он дает, самого распила. Потому что здесь следы, как бы, они присутствуют. Клеить я буду тоже довольно-таки экзотическим способом. Ну, не совсем прям экзотическим. Но, тем не менее, все-таки он не совсем обыденный, этот способ. Сейчас покажу. Клеить буду обыкновенными струбцинами. То есть, здесь я в данном случае не использую, как какие-то специальные ваймы и так далее. Клею, в общем-то, тем, что можно, в принципе, найти абсолютно в любой мастерской. Ну, вот, собственно, и все. Все, вся склейка у меня заняла примерно 4 минуты. Прошло уже больше двух часов. Я думаю, что все уже склеилось. Я поставил еще, как видите, здесь дополнительные две струбцинки, чтобы было все совсем уже нормально в плоскости. Ну, и теперь разбираю всю эту конструкцию. Я, кстати, ее не сказать, чтобы прямо сильно так сжимал. То есть, без каких-то там силовых вот этих моментов. То есть, в усмерти все это не давил. Как часто это делается. Так, вот что получилось у меня. Ну, и теперь излишки клея надо будет убрать. Я это делаю шпателем. Теперь мы вот этот щиток, получившийся, можем либо заткнуть в рейсмус, отрейсмусовать его. Но можно его просто отшлифовать. Потому что здесь, в принципе, изначально были практически откалиброванные дощечки. Ну, тут разница может быть там в две десятых миллиметра между ними есть. Кое-какие крохотные порожки есть. Поэтому, в принципе, это все можно дело просто сошлифовать. Как видите, я этот щиток отторцевал. И сейчас еще его немножечко шлифану и рассмотрим его поближе и покрупнее, что получилось. Так, ну и давайте посмотрим на этот щиток крупным планом. Здесь уже довольно сложно определить, где была фабричная склейка, где была склейка, которую делал я. Вот, в общем-то, смотрите сами, где здесь клеевые швы. Ну, кое-где, в принципе, если приглядываться, конечно, может быть где-то что-то можно заметить. Но, в целом, это полностью полновесный щиток, из которого можно делать какие-то изделия. С учетом того, что делался он, в общем-то, практически из отходов. Давайте посмотрим, насколько ровный щиток получился. Вполне ровный, вполне пригодный для работы щиток получился. Продолжение следует... Так что, как видите, если понимать, что делаешь, то можно добиваться вполне хороших результатов, совершенно, казалось бы, не подходящими для этой задачи инструментами и приемами. Вот, в частности, этот пильный диск, он, в принципе, не предназначен для таких решений. Тем не менее, как вы видите, я взял и просто-напросто это сделал. Я думаю, что это самое лучшее подтверждение тому, что добиваться результата можно абсолютно разными способами. И все здесь будет зависеть исключительно от вас лично, от вашего понимания, от вашей подготовленности, от того, как вы вообще смотрите на столярное дело. Всем спасибо за внимание.